Здравствуйте, с вами Таня Шахбантер и наша рубрика «Правила мудрой жены» по мотивам книги Эллен Фейн и Шари Шнайдер «Правила умной жены. Либо ты права, либо замужем». Сегодня глава номер 35. Это правило звучит так. Не вините его в том, о чем прекрасно знали еще до замужества. Звучит очень логично. Да, мы любим впадать в иллюзии и во время влюбленности многое не замечать, что потом нам очень может даже не нравиться. Давайте посмотрим, как расшифровывается глава. Муж слишком много ест или пьет. Он мало зарабатывает. Или, наоборот, он трудоголик, который все время пропадает в офисе. Он любит флиртовать или, наоборот, не проявляет особого интереса к сексу. Он транжир или скряга. Он неряха или помешан на чистоте и аккуратности. Его постоянно куда-то тянет или он терпеть не может общения. Может быть, он склонен к риску, слишком быстро ездит, занимается опасными видами спорта, мотогонками или альпинизмом. Как бы то ни было, вы просто не в состоянии это выносить. Когда он за вами ухаживал, вы закрывали глаза на все его недостатки и особенности, потому что хотели, чтобы он на вас женился. Возможно, втайне вы думали, что сможете его изменить. Или надеялись, что в семейной жизни его поведение само изменится. С некоторыми мужчинами такое случается. Но что делать, если с вашим этого не произошло? Если вы купили эту книгу, то вы наверняка сто раз твердили мужу, что вам это не нравится. Сюрприз, сюрприз. Все осталось по-прежнему. Вы наверняка перепробовали все средства, чтобы его изменить. Возможно, вы таскали его к семейному психологу, надеясь, что тот заставит его все понять и остановиться. Был ли в вашей жизни психолог или нет, но вы наверняка десятки раз затрагивали эту тему, погубив не один семейный вечер. Если ваш муж переедает, вы, возможно, прятали от него торты и печенье в корзину для белья. Или он бабник, то вы выслеживали его, звонили ему на работу, чтобы убедиться, действительно ли он в офисе. Или узнать, сколько времени он обедал. Если ваш муж прирожденный гонщик, то вы в день рождения или годовщину свадьбы умоляли его дать обещание никогда больше не принимать участие в гонках и не заниматься банки-джампингом ради вашей семьи и детей. Если он зарабатывает меньше, чем вам хотелось, вы наверняка обводили объявление о работе в газетах и оставляли эти газеты на видном месте на кухне. Если какой-то из этих приемов сработал бы, вы сейчас не читали бы нашу книгу. Такие методы редко приносят результаты. Ваше вмешательство лишь раздражало мужа, и вдали от ваших глаз он наверняка вел себя по-прежнему. Неужели вы действительно думаете, что если он каждый раз выпивает бутылку вина в ресторане, то неожиданно станет трезвенником? Или вы думаете, что он лишь говорит, что не хочет детей, но когда вы настоите на своем, будет с радостью читать им сказки на ночь и вырезать тыквы на Хэллоуин? Поймите, что выходя замуж, вы приняли этого мужчину таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Но это вот скорее правило для тех, кто только создает отношения, внимательно остановиться и посмотреть на все эти нюансы, представить, что я с этим живу всю свою жизнь. Мы часто впадаем в иллюзию, это исправится. Но нет, не исправляется, как опыт показывает. И вы должны отвечать за собственные решения. Когда вы перестанете изображать из себя жертву, только посмотри, с чем не приходится мириться, бедная и несчастная, то сможете успокоиться и разобраться со своими проблемами, как взрослый человек. Взрослые принимают жизнь и людей, такими, какие они есть. Понятно? Вот отличительная черта взрослого человека. Я бы сказала это больше к просветленному. Мало кто действительно умеет принимать и себя, и окружающих. Говорят, что нет жертв, есть только добровольцы. Помните, вы сами вышли за него замуж. Вы не в силах его изменить. Наш вам совет, оставьте его в покое или уйдите. Примите окончательное решение. Оно как-то перекликается с предыдущими главами, да, вот там тоже Лобковского я упоминала. Или смиритесь, или уходите. Скажите себе, что бы это ни было, оно не изменится. С этим нужно жить. Конечно, такое легче сказать, чем сделать. Но вы должны учиться реагировать по-другому. Когда вы пытаетесь взять на себя роль Бога, изменить мужа, у вас ничего не выходит. Хуже этого. Эти попытки лишают вас спокойствия и сил, которые можно было бы направить на вашу жизнь, карьеру, детей и хобби. Только хотела сказать, что мы так часто цепляемся к недостаткам мужа, детей, пытаемся контролировать. За собой это даже замечаю, когда вот чем больше я к дочери цепляюсь, там, это убери, это подбери. Это энергия, понимаете, вот у нас есть в день какой-то банк энергии. И мы эту энергию вот на эти все мелочи и растрачиваем. Когда мы можем эту энергию направить в нашу реализацию, реализацию талантов. Делать, что нам действительно интересно. На что у нас как будто не хватает времени. Вот оно, где время отцепитесь от людей называется. Мы предлагаем вам следующее. Каждый раз, когда вам захочется контролировать поведение супруга или устроить скандал, позвоните лучше доверенному лицу, близкой подруге, которая посвящена вашу проблему. Расскажите все ей. В вашем представлении в собственном доме дурная привычка мужа кажется чудовищной. Это конец света, это невозможно вынести. Но когда вы будете рассказывать об этом подруге, то увидите все в ином свете. Вы поймете, что в любом мужчине есть нечто такое, чего жена не может выносить. Вы сможете даже посмеяться над этим. Пример. Джанет часто жаловалась друзьям, что одержимость ее мужа Джима чистотой и порядком выводит ее из себя. Каждый вечер, возвращаясь с работы, он даже не здоровался с женой и детьми, пока не обходил весь дом, выискивая, что лежит не на своих местах. Сначала он выравнивал все полотенца в ванной, менял туалетную бумагу и салфетки, выбрасывал мусор из корзин. Затем он взбивал подушки на диванах и кроватях, убирал игрушки, диски и книги. Читал почту, отвечал звонки, выносил мусор, чистил зубы, причесывался и переодевался. Боже, это какой человек золотой. Пришел, порядок навел в доме. Это был 20-минутный ритуал перед тем, как сесть ужинать с семьей, который его жену просто бесил. Вот тут эту жену сложно понять, согласитесь. Такой золотой муж сам пришел, все убрал. Она не могла понять, почему Джим не может просунуть голову в двери кухни, чтобы поздороваться и поцеловаться, прежде чем приступать к наведению порядка. А вот я, Джима, понимаю, когда беспорядок вовне, как-то некомфортно себя чувствуешь. Хочется внести порядок, потом в этом порядке что-то делать. Я утром прихожу на кухню делать водичку свою коралловую. И до этого муж успевает там уже всего поноставлять, поноставлять. Я не могу поставить чайник греться, пока я не расчищу пространство. Только тогда я грею чайник. Ну так, немножко личной истории. Да, порядок можно было навести после ужина. Дженет чувствовала себя униженной тем, что, приходя домой, муж ищет недостатки, не обращая внимания на нее. Она чувствовала, что поведение мужа – это упрек ей, намек на то, что она плохая хозяйка. Она была в ярости. Разве полотенце висят недостаточно аккуратно? Зачем убирать игрушки, если дети будут играть после ужина? Дженет говорила мужу о своих чувствах, но он наставил на том, что должен навести порядок до ужина. Он говорил, что это помогает ему отвлечься. Дженет даже предлагала ему обратиться к психиатру по поводу симптомов навязчивого поведения. Но осталась одна проблема – муж не считал, что с ним что-то не в порядке. Иногда Дженет сама удивлялась, как она могла выйти замуж за такого одержимого порядком человека и не нашла в себе какого-то более спокойного и нормального. Когда она жаловалась на это своим замужним подругам, они смеялись и шутили, что Дженет может прийти и убраться к ним. Дженет не находила это смешным, но потом задумалась над привычками мужа и поняла, что если это самый большой его недостаток, то ей крупно повезло. Дом всегда в порядке, счета оплачены вовремя, все лежит на своих местах. Кроме того, сама Дженет терпеть не могла домашнюю работу. И это настоящее счастье, что ей помогает муж. Вот как раз хотела сказать снова-таки, у нее вот это поведение мужа, почему она его раздражала? Потому что в ней активировалась травма, что я нелюбима, на меня не обращают внимания. Вот она чувствовала себя покинутой в этот момент. Дженет нелегко была привыкла к тому, что муж стремится сначала навести порядок. Это уязвляло ее гордость, но потом она решила поступиться гордыней и изменила свое отношение. Она перестала злиться, ожидая, когда муж удосужится поздороваться. Дженет просто находила себе занятия, звонила подруге, читала журналы в кабинете или готовила ужин, чтобы не обращать ни на что внимания. Каждый вечер по возвращении мужа она представляла, что он придет домой через 20 минут, пока он занимался наведением порядка в доме. И это сработало! Возможно, проблему вашей семьи тоже можно решить без всякого труда, если заменить к ней свое отношение. Наше отношение к ситуации – это определяющий фактор того, как мы будем эту ситуацию проживать. Мы не предлагаем вам какого-то магического решения. Проблема может и не исчезнуть, но вы станете по-другому к ней относиться. Вы перестанете сосредотачиваться на недостатках супруга. Некоторым замужним женщинам бывает полезно составить список хороших качеств своих мужей. И тогда плохие покажутся не столь серьезными. У меня, кстати, есть специальный блокнотик, в который я вписываю, за что я люблю и уважаю своего мужа. Как раз какие-то моменты неудовольствия, неудовлетворенности. Я открываю блокнот, перечитываю его, добавляю что-то. И это помогает мне менять свое состояние. Впрочем, вряд ли вы сможете сделать это в состоянии раздражения, с чем я согласна. Лучше выговориться подруге или на сессии к Тане Шахбандер, а потом заняться собственными делами. Может быть, через пару дней вы найдете в мужа десяток достоинств, но не насилуйте себя, когда у вас нет настроения. Самое главное, разберитесь в том, что происходит с вами. Если вы не можете смириться с поведением другого человека, причем самого близкого к вашей жизни, это говорит о том, что в вашей жизни чего-то недостает. Загляните в собственную душу, посмотрите на себя. Вместо того, чтобы пытаться изменить его, если вам хочется, чтобы муж был более чувстволюбивым, то почему бы не подумать о том, чтобы самой больше зарабатывать? Если вы желаете, чтобы муж перестал контролировать каждый ваш шаг, почему бы не перестать контролировать его? Попробуйте показать пример. Если хотите, чтобы муж одевался лучше, начните лучше одеваться сами. Женщины, которые просто жалуются на своих мужей, могут провести в таких жалобах 10 лет. Ну и что, вам нужна такая жизнь? Нет, мы вовсе не призываем вас превратиться в половую тряпку. Если проблема вашего мужа серьезна и угрожает жизни, например, он проигрывает ваши семейные сбережения, бьет и садится пьяным за руль и разбивает машину, занимается незаконным бизнесом, такое поведение неприемлемо. Вы не должны такого терпеть. В подобной ситуации нужно поставить ультиматум. Или он меняется, или вы разводитесь. Брак Марсии достиг именно такой критической точки. Муж ее пил еще до свадьбы, но с годами превратился в настоящего алкоголика. Он терял работу, лишался водительских прав за вождение в пьяном виде, пробовал лечиться и снова пил. Марсия долго пыталась с этим бороться, но в конце концов поставила ему ультиматум. Муж вступил в общество анонимных алкоголиков и бросил пить. Конечно, Марсия была счастлива. Она вздохнула с облегчением. Но зависимость от алкоголя сменилась с зависимостью от программы анонимных алкоголиков, а также кофе, пончиков и сигарет. Он стал ходить на 12 собраний анонимных алкоголиков АА в неделю. Стал спонсором семи новичков и постоянно занимался мероприятиями общества и по рабочим дням, и по выходным. Он поправился на 20 кг. Марсия стала чувствовать себя такой же несчастной, какой была, когда муж пил. Сначала она жаловалась на то, что муж всего лишь сменил зависимость, но потом, благодаря программе помощи женам алкоголиков, Марсия поняла, что муж действительно изменился. Ей стало гораздо легче. Она начала сама помогать женщинам с теми же проблемами. Какова мораль этой истории? Даже если ваш муж решит одну проблему, он может приобрести другую, которая вам тоже не понравится. Поймите, что у каждого из нас есть свои изъяны. Идеальных людей в мире нет. Какова бы ни была проблема вашего мужа, попробуйте не жаловаться на нее хотя бы день, затем неделю, а потом месяц. Он заметит это и будет благодарен, а вы станете лучше относиться к самой себе. Когда вас раздражает недостаток мужа, большой или малый, вспомните, что в мире сотни одиноких женщин, которые с радостью примут такого мужчину из ваших рук. Не стоит жить в аквариуме. Поговорите с одинокими подругами. И они расскажут, как тяжело встретить хорошего парня, который будет приходить домой каждый вечер, станет помнить о ваших дне рождения, оплачивать счета, играть с детьми и никогда вас не покинет. Вот такая история. Пишите в комментариях, что вам отозвалось, что вызвало опять сопротивление, что бы хотели добавить. И мы с вами встретимся в следующий раз, в следующей главе. До встречи.